Взгляд СМИ счета Порошенко в банке Коломойского оказались заблокированы. Л. СМИ счета Порошенко в банке Коломойского оказались заблокированы. 21 марта 2015 года, 19.8 фото, Ройтез. Счета президента Украины Петра Порошенко в банке, принадлежащим губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому, оказались заблокированы, пишут украинские СМИ. По официальной информации в банке произошел технический сбой, но по странному стечению обстоятельств случилось это сразу после того, как Коломойский получил выговор от Порошенко, передает. Югньюс 24. По разным по счетам, на счетах Порошенко в банке Коломойского может лежать около 50 миллионов долларов США. Коломойский является владельцем Приватбанка. Президент Украины Петр Порошенко объявил губернатору Днепропетровской области олигарху Игорю Коломойскому выговор за нарушение профессиональной этики. Поводом стала нецензурная брань Коломойского в адрес журналистов. Перед этим Коломойский заявил о достигнутых договоренностях с президентом Украины Петром Порошенко и премьером по поводу Укртранснефти. 19 марта Рада приняла поправки в закон об акционерных обществах, которые лишили Коломойского контроля над Укрнефтой. В четверг от исполнения обязанностей был отстранен глава правления Укртранснефти Александр Лазорко, который был ставленником Коломойского. После этого в офис компании ворвался Коломойский в сопровождении вооруженных людей. Коломойский заявил, что Юрий Мирошник, с 19 марта назначенный временной исполняющим обязанности председателя правления Укртранснефти, сам себя назначил. Губернатор обвинил в захвате предприятия русских диверсантов, находящихся под прикрытием Порошенко. С Коломойским в здании встретился министр энергетики Украины Владимир Демчишин. На встрече, как сообщалось, Коломойский заявил, что не верит в достоверность документов об отстранении Лазорко и пришел в офис их изучить. Поздний глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что конфликт менеджеров и депутатов в помещении офиса Укртранснафты исчерпан. Сам Коломойский, не стесняясь в выражениях, рассказал, зачем он ночью приехал с вооруженными людьми в здание Укртранснафты, а также высказал отношения к оппонентам и некоторым украинским СМИ. Продолжение следует...